И разговор о политических репрессиях, о наших соратниках, которые тонятся в тюрьмах современной РФ, это очень серьезный, глубокий и широкий разговор. И когда мы требуем, чтобы наших друзей, соратников и деломышленников, начиная с Владимира Васильевича Квачкова, продолжая Мухиным, Барабашовым, Соколовым, Парфеновым, Бондариком, Игорем Гьяковым, Николаем Боголюбовым и всем остальным освободили из тюрьмы, то это серьезный разговор о том, что происходит у нас в России. Сегодня Владимир Васильевич Квачков был арестован на следующий день после того, как его оправдали по делу о покушении на Чубайса. Его схватили только по одной причине, потому что люди типа Чубайса мстят ему и таким же, как он, мстят его соратникам. И поэтому в этом году был арестован Юрий Анатольевич Екишев. Якобы за какие-то там публикации трехлетней давности эксперты, кроме слова Жидовского, еще ничего не нашли. Но объявили, что это возбуждение ненависти и вражды. Они ничего не знают о ересе Жидовского, еще о религиологическом термине. Или делают вид, что не знают. А в прошлом году был арестован Кирилл Барабаш и трое его соратников. Вся вина которых была в том, что они начали подготовку к референдуму, который установил бы ответственность власти перед народом. Именно за это арестовали четырех человек. Одни из них безвелозно сидят в тюрьме, как Кирилл Барабаш, другие находятся под домашним арестом. Удалось убедить судей, что со здоровьем не все в порядке. Эти репрессии продолжаются. Нам иногда кажется, что вот тех, кто сидит в тюрьме, и кого мы знаем по фамилиям, не так очень много. Да, и хотел вспомнить, что тоже многие годы уже томится в застенках группы Георгия Боровикова. Я вспомнил сейчас о нем, вспомнил этот судебный процесс циничный, который не по политической статье, а по уголовной прошел, по сфабрикованному делу, которое обслуживало следователя Талаева. Я думаю, что это имя уже скоро станет нарицательным, потому что именно та же следователь фабрикует дело против Кирилла Барабаша. И такие люди готовы на любые услуги, поэтому их профессию следует считать наидревнейшей. Это проституирование закона, это в чистом виде беззаконие, когда людей сажают за подготовку к референдуму, когда фальсифицируют уголовные дела, когда придумывают государственные перевороты, которые якобы мы готовим, где-то там у нас, наверное, схроны с оружием и целые дивизии спрятаны танковые в подмосковных лесах. То время как государственный переворот вон, он сидит в Кремле. Они как в 91-м году туда залезли, так там и сидят. Для людей, в основном говорю, которые там вот встанет подальше, да, не первый раз, например, слышат о политзаключенных, и некоторые-то думают, что это Кударковский. А вот Юрий Анатольевич Егешев, который литератор, да, он сидит там за то, что что-то написал в ВКонтакте, да. А Меденский и Иванук фашисту вообще сдуйство повесили, и общество разделилось, начало спорить. Это в чистом виде экстремизм 282. Но никто его привлекает. Хотя это дело приобрело огромный резонанс. Вот вы понимаете, что такое? Вот нации у вас, господа, товарищи, нет в паспорте. Вы не можете доказать, кто какой нация. Но посадить вас за оскорбление какой-то нации могут. И при этом суд ни в коем случае не приведет никого из тех, кто оскорблёт. Вот такая ситуация происходит у нас в стране. И это надо понимать, кто такие политзаключённые. Политзаключённые сейчас вот эти люди, которые говорят правду. Вот сказал правду, садись. И видят людей всё больше и больше. Это не обязательно русские националисты. Это уже и журналисты, и много кто. И вот у нас ребята сидят за Конституцией. Как можно посадить за уважение Конституции? За референдум? Вот и выберите на интернете, и КПРЗОК, соответственная власть, инициативная группа. Вот они сидят за то, что хотели следовать Конституцию. Как такое возможно? Будьте добры, познакомьтесь. Какие вот у нас происходят дела в стране. И каждому поскучится вот этот бардак, каждому будет поскучиться обязательно. Это закон яровой. То есть, по сути дела, это тотальная спешка не за экстремистами, а за патриотами. Вас могут прослушать, включать ваш непосредственный телефон под прослушку, плюс смотреть ваши переписки и все остальное. И это все на законных основаниях. Вы не можете подать суд, ибо суд будет на их стороне. Есть закон, ну куда деться? Таков закон. А для того, чтобы защитить нашу власть от народа, принимается еще один закон. Всего-навсего создание национальной гвардии. Всего-навсего небольшое количество людей собирается. Ну где-то 400 тысяч человек. Это пол-армии. И они все будут бороться с экстремизмом внутри страны. И с терроризмом. У нас же терроризм настолько развит, что всего лишь 400 тысяч человек нам нужно для того, чтобы побороть наш экстремизм внутри. Но и что еще самое интересное? У нас, оказывается, теперь по толпе нужно стрелять. Стрелять может сотрудник ФСБ. Поскольку, не дать Бог, если ребенок на него замокнулся, это угроза жизни ФСБшника. Значит, здесь надо обязательно применять оружие. То есть им дано право применять оружие против детей, стариков, женщин. Но это не даже самое главное. Главное другое. Они могут его применять без всяких на то причин. Поскольку собралось слишком много народу, и на слово «разойтись» народ не разошлось. Вот за это мы можем в вас и пострелять. В следующий раз не будете собираться. Но, кроме этого, они напоследок издали очень интересный закон. Закон гласит следующее. ФСБ 182. Я думаю, мало кто об этом законе знает. Власинов следующее. Обоснован системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. То есть на основании этого закона любого из вас здесь находящегося можно взять, отвезти в отделение и признать как потенциальным преступником. То есть вы находитесь на том, что без суда и следствия с вами могут разбираться и ставят вас на так называемый профилактический учет. А это уже нарушение не Конституции, а вообще нарушение всех основ нормальной жизнедеятельности человека. То есть, по сути дела, у вас без вины виноватого можно просто привлечь и сказать, все, ты, дорогой Бог, у нас потенциальный преступник. И вот с этого времени, вот с этого времени, ты будешь у нас на профилактическом учете. Таким образом, мы можем всех национал-патриотов поставить на профилактический учет и разбираться с ними уже по-другому. Вы знаете, какие законы они принимали? Оказывается, чиновники у нас социальная группа. А социальная группа характеризуется, во-первых, тем, что она самопроизвольно образуется, а не по приказу, не по приказу о зачислении на работу. Ну вот, видимо, они самопроизвольно образовались. И еще имеет обособленный от остального общества интерес, за который эта группа борется. Так оказывается, чиновники имеют обособленный от общества интерес. Вот что утверждают эксперты Московский юридический университет, выпускники вузов еще советских времен со специальностью философы-марксист, преподаватели марксистско-ленинской философии. Вот кто такую экспертизу сделал, что оказывается, чиновники социальной группы. И если мы их критикуем, мы, оказывается, возбуждаем ненависть в социальной группе. Это же курам насы. Это противоречит вообще всей науке. Это мы студентов учат. А там люди с докторскими степенями не знают, кем выданы. Вот такие глупости пишут. И суд все это принимает за чистую монету. Так и должно быть. Чиновники обособленная группа. Они формируются для удовлетворения каких-то своих интересов. А мы должны страдать от этого, что ли? От того, что безграмотные люди в Московском юридическом университете работают и в других структурах в этом Московском исследовательском центре. У нас статья третья Конституция говорит о том, что только народ является прямым источником власти. В соответствии со статьей десятой Конституции все судьи наши должны быть избираемы, но они назначаемы. Поэтому вся судебная система сверху до низу является незаконной, как и вообще Конституция, которая по существу не была принята в 1993 году, по которой мы вынуждены сейчас жить. Поэтому мы, представители Русского национального фронта, всех нас поддерживающих, организаций патриотического только, требуем от наших властей немедленно освободить всех русских политических заключенных. Это наше безусловное требование и наш безусловный ультиматум, который они сейчас могут проигнорировать, но так будет не всегда. Пускай они знают, что мы не согласны с тем, что происходит в России, как угнетают, втаптываем грязь, свет русской нации, да и вообще весь русский народ. Мы говорили о том, что у нас в суде, оказывается, теперь наши руководители страны, правительство, это социальная группа. Я социолог, кандидат социологический гном. Я могу заявить, что ОПГ тоже социальная группа. И попробуйте ОПГ сказать, что они такие твари, что они убивают. Меня тут же можно забрать и за разжигание национальной розни посадить в тюрьму. Ну, ну посижу я нам 8 лет, через 8 лет выйду, а может я не выйду. Вот какие вот у нас интересные, понятия, творятся дела. Но надо сказать, что тройки тоже уже существуют. Это у нас следователи ВДФСБ, это у нас прокурор и суд. Все в одно додадут. Я был на суде, я видел, как это происходит. Когда я начинаю говорить, что это не так, судья так, по часам, ну что ты здесь выступаешь. Мы как бы стыка знаем, что это не так. Но у нас есть политическое решение, по которому мы должны посадить кого-то, того-то, того. И мы сажаем. Сажаем, потому что по-другому нет у нас возможности. Мы в системе. А эта система должна раздавить всех национал-патриотов. Она должна патриотическое движение снести на нет. Из Приморского края. Там чем занимается ФСБ? Отслеживает русских патриотов и проводит у них обыски. Вот недавно был обыск у Алексея Бутусина. У него нашли одну брошюрку, точнее две. Одна это псалтырь, подрывная литература. А другая была, какие-то стародавние статьи о ситуации в Чечне, там в 19-м году, в 2000-х годах. И вот эту одну книжечку, одну брошюрку, они положили в основу дела. Обратились в суд о признании этой книги экстремистским материалом. Для какой цели? Но тиража-то нет. И книга, если и была когда-то кем-то издана, давно уже разошлась, там ни выходных данных, ничего нет. А смысл в том, что если это экстремистская литература, тогда мы ее начинаем искать. И искать начинаем у кого угодно. Могут к вам прийти и сделать у вас обыск, потому что есть основания предполагать, что вы можете быть знакомы с тем, кто эту литературу издал. И там опять подключается бездарный эксперт, который пишет всякую ахинею. Слава богу, что идиотизм в этой системе, не только в ФСБ, но и в прокуратуре, дошел уже до крайности. И даже уже суд не может понять, чего они там пишут, почему они по гражданскому делу, по гражданскому законодательству обращаются в суд, чтобы прекратить хождение этой брошюрки. И суд им дал отлуп от ворот в поворот. Но кто в этом участвует? Глава ФСБ Приморского края в этом абсурде. И глава прокуратуры Приморского края. Теперь они по апелляции хотят все равно к нему тем-то катанием все это провернуть. Я читал эту апелляцию. Знаете, как они пишут эти документы? Они выписывают из закона просто выдержки. Вот поток выдержек из закона. А потом вывод. Это брошюра экстремистская. Ну ты доказал, что она экстремистская. Ты хотя бы связал статьи закона с тем, что ты прочитал в этой брошюре. Ну хоть чего-нибудь ты будешь делать, прокурор? За что тебе платят зарплату? Нет, они не хотят этого делать. Потому что они знают, как только они включаются в отношение измены, сдачи национальных интересов, им можно все. Ничего не надо доказывать. Ничего не надо исследовать. Главное выразить желание кого-нибудь загнобить. И это все будет выполнено. Они там что-то подрихтуют. И обязательно очередной суд состоится. Они будут додавливать это все. Вот так мы в такой ситуации живем. Не зря Алексей Суханов здесь говорил одновременно о политических репрессиях и измене в системе государственной власти. И мы это наблюдаем в связке измена и политические репрессии против русских патриотов. Русский народ, великая русская нация есть, существует. И это доказывает сегодняшний митинг. Это доказывает то количество огромных людей, которые не пришло на выборы. И по существу они проголосовали ногами против существующего антирусского, антинационального, по своей сути, оккупационного режима, который перешел прямым репрессиям против всех свободомыслящих людей с помощью закона Яровой, которые требуют огромных бюджетных ассигнований. Камерам, которые нас снимают, не видно. Какое количество полицейских нас окружает. Какое количество полицейских автобусов и специальных машин здесь находится. Вот как они боятся слова правды. Вот как они боятся наших соратников, которых они маринуют в тюрьме. И вы представьте, какое количество тратится денег на то, чтобы обеспечивать якобы охрану нашего митинга. Сколько бензина, сколько денег выплатят каждому полицейскому. Многие из которых еще, может быть, искренне верят, что они служат каким-то высоким идеалам, что они защищают страну от экстремистов, от фашистов и от всех прочих негодяев. Но мы знаем, кто настоящий враг русского народа. И это знает уже сейчас почти вся Россия. И Россия ждет перемен. Мы находимся на пороге великих испытаний. И уже сейчас должны готовиться и быть готовы к ним. Поэтому у нас к вам огромная просьба, русские люди, чтобы вы проводили акции протеста не только в Москве, Петербурге и других крупных городах, но и в маленьких поселках, деревнях, селах и провинциальных городах выражали свое ярое неприятие и свой протест против существующих порядков. Политический режим организирует и не пройдет, может быть, и года или два, как он своими же обломками и накроется. Но мы с вами умирать не собираемся, как и наш народ, потому что русский народ, русская нация и Россия, они вечны. И мы будем продолжать жить, а их всех наших противников, оппонентов и врагов ждет печальная участь. Свободу полковнику Квачкову! Россия и русскую власть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова